Усть-Каменогорск может полностью лишиться общественного транспорта. Трамвайный парк города уже полгода пытается погасить многомиллионные долги за электроэнергию. Однако у автоперевозчиков дела куда хуже. Их финансовые проблемы равны сумме с 9 нулями. 4,5 миллиарда налоговых выплат региональный департамент госдоходов до начислил шести транспортным предприятиям региона. Запутанной бухгалтерией автопарков разбирался Вячеслав Етлугин. Один из самых крупных автопарков Усть-Каменогорска, по мнению департамента госдоходов, за 5 лет не заплатил почти миллиард НДС и корпоративного подоходного налога. В автопарке, впрочем, с обвинениями не согласны. При рассмотрении тарифа налоговый комитет тоже участвует. Ни одной претензии, ни одного возражения со стороны налогового комитета не было, что НДС и КПН в тариф не включен. Нет такого вообще. Соответственно, Акимат тоже нам прислал письмо о том, что попросил не включать ни НДС, ни КПН в расчете о тарифе. Как выяснилось, ни один автопарк города, налог на добавленную стоимость и корпоративный подоходный налог при формировании цены на проезд не учитывал. Говорят, поступить, так сказали налоговые органы. О том, кто предложил автопаркам не оформлять водителей как наемных работников, а сдавать им автобусы в аренду, история умалчивает. Но факт остается. В транспортных организациях, занятых перевозками на городских маршрутах, отсутствуют те, кто эти перевозки непосредственно осуществляет. Водители. Такой ход автопарка в конем в департаменте госдоходов и посчитали противозаконным, начислив фактическим владельцам автобусов неустойку. Перевозчиками представлены договора о совместных действиях, заключенных между индивидуальными предпринимателями и ими. Однако, в соответствии с законодательством Суле Казахстана, передача обслуживания маршрутов, а также договора, заключенные с полномочным органом, не предоставляют право передачи. В местной организации, способствующей решению проблем бизнеса, предлагают решить вопрос миром. Списать с автоперевозчиков 4,5 миллиарда тенге. Скоро будет год, как комитет госдоходов не дает нам ответа на жалобы перевозчика. 5 февраля они были поданы. Если они получат отрицательный ответ, то налоговые органы автоматически арестуют перевозчиками все счета. К тяжбам между автоперевозчиками и фискальными органами подключились областная прокуратура и Акимат. Решение о доначислении налогов руководители этих ведомств пытаются оспорить и сохранить отработанную годами систему пассажирских перевозок. Вячеслав Фетлугин, Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, Хабар-24.